привет друзья доброе утро следы подушки еще не сошли с моего лица а мы уже отправляемся в путь так маракуйя пытается захватить наш дом а все потому что мы решили поехать на водопад сейчас заедем позавтракать и поедем сережечка ты готов до приехали в снэк сейчас позавтракаем и поедем дальше нам принесли завтрак у меня американский 185 песо у сережи филиппинский 108 80 песо приятного аппетита приятного аппетита заехали на заправку отправляем наш байк 95-й сегодняшний день он стоит 63,95 91-й стоит 62,95 то есть на 1 песо дешевле чем 95-й на 2 песо жена побежала за новым плакатом мы сказали что мы блогеры тут все засуетились и она сейчас повесит новый плакат а 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 Плакат на месте. Приехали на водопад Камугау. Находится он в западной части Бахол, район Сан-Истра. От снека, где мы завтракали, 35 километров. Дорога заняла порядка часа. Припарковали байк. Сейчас покажу вам парковку. Хорошо все организовано. Так что техника будет под присмотром. Сейчас купим билеты и отправимся на водопад. Покупаем билеты. Стоят на человека 80 песо, плюс парковка за байк 20 песо. Если на автомобиле вы будете, то 50 песо. Я понимаю. И записываемся в журнал, чтобы потом сошлось, кто зашел и кто вышел. Количество человек. Выдвигаемся в сторону водопада. Нам выделили гида. Зовут Джейн. Джейн, say hi! Say hi! Дорога начинается очень живописно. Коза под пальмой. Идем через чей-то участок, видимо. Филиппинская деревушка. Банановые пальмы. Настоящие джунгли. Кокосы. And then coco. Coconut. And then my house. You live here? Yeah. The Udet. Nice place. Nice place. The super typhoon Udet. My house is... It's bad. И говорит, когда был тайфун, ее дом, три кокосовые пальмы упали на ее дом. Птички поют. Шарки сегодня денек. Если бы еще не бензопила, там какая-то лесопилка местная, то было бы совсем хорошо. Посмотрите, какая красота. О, баскетбольное кольцо. Так и положено каждому целепинскому двору. Куда же без него? Они все любят баскетбол. По дороге на водопад видим такие огромные валуны. Видимо, много лет назад откололся один с прядущим. Лежит. И вот здесь огромный валун. Ну, уже все обросло пальмами, поэтому... Это было давно. Да. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Возможно, это как раз происходит, когда ураганы, тайфуны... Скорее всего. Мои курицы и цыплята. Ух ты! Цыплята убежали, спрятались. Ладно, не будем пугать животных. Так. В тенечке такая на сене отдыхает. Хорошая. Красивый такой окрас у нее, да? Угу. Лежит, кайфует в тенечке. А мы двигаемся дальше. Да, молодцы. Они все-таки вырубили ступени в земле. Здесь начинаются бетонные. Достаточно крутой спуск. Да, будь аккуратна. Так, давай руку. Так, я пока за перила держусь. Оп. Этот камушек шатается аккуратно. Ого. Лучше надевать сюда удобную обувь. Ой, правда качается. Главное не навернуться. Ой. Да, ты давай там держись. Я имею опыт подворачивания ног на водопадах. и попадание в гипс. Оп. Ой, опять качается. Красиво. Смотри, какие корни у дерева. Класс. Такое ощущение, что оно вот-вот может свалиться на нас. Все может быть. Я думаю, что оно крепко держится корнями. Ну, хотя, никаких гарантий. Посмотрите, какой бамбук растет. Огромно. Я думаю, метров 30, наверное, а то и 40. Посмотрите. А какие звуки? Прямо джунгли. Прямо джунгли. Огромно. Я думаю, Я говорю, как я делал? Я стараюсь. Я верю, какой-то зал. я беру. как я беру. Такое листво, как будто осень Красивые листья Как всегда посадили цветы Как всем достопримечательностям Ну да, вдоль тропинки Чтобы людям было красиво идти Уже слышно, как течет вода Ой, там какая-то речутка От водопада Ну да Еще какой-то мостик Не мостик, а лестница куда-то Наверное, вторая тропа Или к чьему-нибудь домике Тоже может быть Ой, смотри, у меня не водопад Слева от тропы видняется речушка Вода чистая Даже рыбки плавают Сегодня жаркий денек Такой путь Так что уже не терпится искупаться В водопаде И охладиться Тропа не очень сложная Но тем не менее Все равно Идешь по камням Перелезаешь через что-то Спускаешься по крутым лестницам И от этого становится еще жарче Поэтому уже, конечно, очень хочется Забраться в водопад В прохладную водичку Да, стройки не мощные Не очень мощные? Да Ну, не было долго дождей Так что Водопад сегодня не во всей красе Но тем не менее Водопады Это всегда прекрасно Поэтому мы не расстраиваемся Да, Сережа? Слушай, ну мы вообще недолго шли Я читала, что эти минут 15 Мне кажется, что Минут 10 с остановками Да Что мы очень быстро сюда дошли Так что Я готовилась к более тяжелому пути Красота Мы подошли поближе В какой же большой бассейн У этого водопада Нереально Какая красивая вода Вокруг скалы Такое ощущение, что Это место находится в большом колодце Можно приобрести кокос попить Есть зонтики Беседки Можно устроить пикник Можно арендовать Арендовать? Да Сколько стоит? Аренда беседочек 50 веса Начинал с 100 Сказал сначала Потом говорят 50 50 давайте Я считаю, что можно подбежать Не такие-то большие деньги А местным жителям Они сделают погоду Как говорится Ну и все-таки Они ухаживают за этим местом Следят И так же это удобно Тем, что можно положить свои вещи Даже если не планируется Чтобы не сгореть Даже если не планируется пикник Можно снять вот Либо эту беседку Либо С видом на водопад Семь прайс Кокосы также стоят 50 веса Очень недорого Учитывая, что это место туристическое Да Мы покупаем Покупаемся И обязательно попьем кокосы с вами Обязательно Мы рядом с домом Кокосы покупаем по 25 Пять Кокосы покупаем по 25 Кокосы покупаем по 25 Сегодня пятница Всем хорошо провести локосы А мы Заныриваем Ох Водитель бодрячий Кать Народ разошелся На водопаде Никого Кроме нас И нашего сопровождающего гида Купаемся Купаемся Загораем Просто кайф Как же здесь здорово Как же здесь красиво Мы уже забирались под водопад Там камень Можно встать Получается массаж Массаж водопад Очень здорово Очень здорово Немножко страшновато Но классно Здорово Ее Крутяк Кайфет Кайфет пикник. Я думаю, мы обязательно так и сделаем. А пока просто купаемся и наслаждаемся. Просто супер, очень здорово. Вода не ледяная, охлаждает, прохладненькая. Сначала заходишь и кажется, что холодновато, но привыкаешь и прям вот то, что нужно. Под водопадом, если встать, вода течет более холодная, а после него вообще вода кажется теплой. В общем, очень здорово. Мы всем рекомендуем. Отличный водопад. Красивый, живописный. Народу немного. Класс! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать! Глубокий бассейн. Класс! На все водопады советуем брать обувь специальную, коралки так называемые, мы в таких, потому что много камней бывает, и они достаточно острые, и чтобы комфортно себя чувствовать, советуем надевать. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, мы накупались... Получили огромное удовольствие... Да, это просто восторг! Вообще такой кайф! Плывешь в водопаде и чувствуешь, что ради этого стоит жить! Реально очень круто! Двигаемся обратно по живописной тропинке. Но очень здорово! Словами не передать! Это нужно испытать! Эмоции! Просто море! Так расслабляешься еще... Я говорю, после того, как мы сделали массаж струями водопада, просто поплавали! Силы потратили, конечно! Немножко так подустали, но это приятная усталость! И очень, очень здорово! Мы всем рекомендуем! Вообще, мы пришли к общему мнению, что этот водопад нам понравился, наверное, больше, чем водопад Кавасан. Хотя сейчас он не полноводный, насколько он может быть. Вроде бы как, по картинке, Кавасан был красивей. Но этот водопад выигрывает тем, что более большой бассейн... Масляное масло какое-то получилось, ну ладно! Есть где поплавать. Более глубокий. То есть с него и попрыгать можно, наверное. Но сейчас мы не стали, потому что, как я уже сказала, он не такой полноводный. И там камни рядом с тем местом, где все прыгают. Я думаю, что в следующий раз, если мы приедем, будет больше воды, мы, конечно, обязательно попрыгаем. Но, тем не менее, получили, в общем, огромное удовольствие. Благодаря тому, что именно можно поплавать, не цепляясь коленками, а камни. Большое пространство, чтобы проплыть. Водичка чистая. Красиво все вокруг. Просто супер! Восторг! Сережа такой сзади. Подтверждаю. Одобрено. Да. Очень здорово. Также еще преимущество этого водопада в том, что здесь организована парковка. Потому что на Кавасане, например, такого нет. И там у нас был небольшой инцидент. Алло. Привет. Что к нам подбежал какой-то филиппинец, когда мы уже шли обратно. Сказал, что там кто-то пытается вскрыть наш байк. Ну, в общем, там была запутанная история, скажем так. Потому что, вроде, сначала они сказали, что вскрыли. Когда наш друг туда поднялся, там стоял другой филиппинец у байка. Ну, не вскрыли, а пытались. В общем, они, суть по всему, и пытались. Но мы быстро пришли. Потому что мы тогда на водопаде были одни. Поэтому, чтобы избежать таких инцидентов, лучше, конечно, ездить в места, где есть такие организованные парковки. Где и за вещами могут последить. Это приятно, не беспокоишься ни за байк, ни за вещи. Делают они это за донат. Ну, я имею ввиду, выделяют именно гида за донат. Сколько дадите. В общем, этот водопад хорош еще и этим. Мы провели здесь достаточно много времени. Несколько часов. Наш гид все это время нас ждала. Была с нами. Никуда не уходила. Так что, к своей работе они подходят ответственно. Сейчас идем с ней обратно. Лесенка, конечно, крутая. Я думаю, что пожилым людям или с маленькими детьми будет, наверное, не очень удобно проделать этот путь. Но, тем не менее, он не очень сложный. Подниматься, ну и, соответственно, спускаться тут недалеко. Устать не успеваешь. Так что, всем рекомендуем. Очень классный водопад. Вот это червячок нам встретился по пути. Вот моя нога. Тридцать восьмого размера. И такой червяк. Не маленький вообще ни разу. Все. Наш путь от водопада подходит к концу. Мы ощущаем приятную усталость. Получили массовое удовольствие. Поедем домой. Поедем домой. Вот такое. Смотрите продолжение в 3 части.